куда ты пойдешь туда где не было в quantum break потому что там есть очень такой же персонаж как сайлент запил конец света это твою имею ввиду что его играет тот же актер что и сайлент я не хочу такие задания выполнять особенно перед финальным боем о а вы тут какими судьбами аратак всем привет к столу здесь им сам продолжаем походить horizon zero down и в прошлой серии если вдруг кто забыл я заполучил костюм ткача щита и теперь у меня появилась дополнительно к моему основному хп броня сейчас мы с вами идем на павшую гору поиск подыскать что-то такое прям суперски интересное что нам говорит об этом даже сам сайлент видимо мне туда вот этому вот полу разрушенному тоннелю по крайней мере это может так назвать господи ёперный театр господи боже он ведь так уже 19 лет простоял да не свалился будем считать что это да будем считать что ответ да ну ёперный театр вы просто посмотрите на это пипец это просто пипец ну да ладно вот и все прошло все удачно ничего не разрушилась ух ёперный театр это чё за гидрофобия у нас такая происходит в котором это это такая игра про воду где короче там такая такой же геймплей где все переворачивалось то вот это вот все не становился верхом бока менялись стороны в сторону но благо теперь видимо здесь они жили уцелела немного когда-то вокруг был камень и железо ну да а теперь это все стало одним целом и в итоге мы получили хоразин сделал дал почему сами все это видите здесь ничего такого интересного нет и так понял да да с ничего интересного нет ладно окей пошли дальше так ладно идем вниз сейчас спокойненько мы дойдем не волнуйтесь самое главное осматривать везде визором на случай если вдруг найдет какая-нибудь интересная информация мало ли вдруг это комната элизабет я уверена она даже не успела распаковать вещи ее дневники дневники элизабет все уничтожены сканируй визор может воссоздать их но это долгий процесс повреждения значительные визор кажется и доктор снимите его мощь ограничена хоть дневники займет дни недели годы сумеешь остановить аиды изберечь наше будущее и может успеешь их послушать ну наверно сумею а чего бы нет на защите в руинах главный блокиратор ну давай посмотрим главный блокиратор будто бы я знаю где он находится как а мне вообще выходить надо нет почему-то мне игра куда бы подсказывать чтобы не надо никуда не ухать никуда выходить что типа нужно это между чего-то разбить или а юпин театр ух пипец какие тут узкие проходы ё-моё это алтарь да посмотрим чё это за вот за фейс такой через ронсон прошло 6 часов с момента окончательного монтажа геи прайм сегодня затвор входного люка дал сбой зазор между створками люка должен составлять менее двух миллиметров а тут зазор 10 миллиметров достаточно чтобы проявилась тепловая сигнатура достаточно чтобы рой засек наш комплекс достаточно чтобы гею обнаружили и уничтожили достаточно чтобы убить будущее над которым мы столько трудились если только кто-то вручную не перезапустит сервоприводы снаружи отчетов сейчас включу запись инцидента но я туда не пойду я на такой не подписывался либо мы кого-то туда пошлем либо все это было зря решать должна лис ну так долго нам ее ждать сказала пять минут она же не вот именно о нет она вас кинула так слушать я починила затвор 1 и 4 миллиметра подтверждаю элизабет нет мы придумаем как тебя впустить и не надеетесь слишком близко вас всех кинули вас всех бросили здесь умирать гея готова теперь она обо всем позаботиться как задуманно лис не надо мы столько всего еще ребят вы меня знаете не умею я прощаться и отпускать так что не будем тогда добрый путь лис я не жалею я хочу домой прощайте это было последнее сообщение полученные от элизабет сонок она дала все чтобы спасти жизнь на этой планете пипец и мы все теперь перед ней в долгу подожди ты знала что она не могла выжить а ее достижения они исключительны люди спорили она взяла на себя ответственность она одна она была лучше них я не это сказала да лучше не бойся это признать можешь хоть раз отвлечься от холодных расчетов и открыть сердце она отдала жизнь ради друзей ради будущего ради земли от тебя это ускользает смысл ее жертвы ты видишь в ее решении нечто волшебное а это был рациональный выбор свободной от сентиментальности нет она знала что гея должна не только думать и научила ее чувствовать заботиться идти на жертвы верить в жизнь бороться с безысходностью если бы не эти сантименты жизнь бы погибла ни тебя ни меня бы не было твой довод разумен сочувствую тебе она сказала что хочет домой может что ничего нам пора почему-то не сканировать умеете я не понимаю почему что слушай лис ты была хорошей девкой по-честному мне жаль что ты погибла я надеюсь ты все же успела добраться до дома то этот памятник который тебе воздвиг ронсон шутковато это как-то покойся с миром лис господь свидетель ты заслужила покой только не злись лис но я написал надгробную речь я попытался выразить твои дети после того как аполлон их обучат будут думать что знают все но они должны понять что ты для них сделала как сильно ты любила наш мир любил настолько что это удивляло потрясало а в итоге он тебя убил или ты умерла за него посмотреть никто не мог за тобой угнаться сравняться с тобой не знаю может если бы я не уехал тогда в юханасбург да ничего бы не поменялось что ты в итоге зарубила протокол смотрите если бы тут появилась еще одна ты я бы не выдержал элизабет судак может быть только одна я скучаю привет я знаю знаю ты этого уже никогда не услышишь да и не важно тебе на этот раз досталось роли спасителя и мученика это долго слышали что я могу но я получила много всяких неожиданных сообщений прости после кибели вис совсем никому стало его приструнить я поговорю с ему в основном нужны отчеты сотни отчетов о вещах в которых он вообще ничего не смыслит он совсем не понимает устройство систем так в общем и задумано что мы запихнем в голову лис исторические факты так называемую правду информационный шум это непитательная смесь лис это отрава так ладно чтобы она быстро запись то закончилась ну да ладно здесь есть что-нибудь здесь нету вот еще один неожиданный поворот ребзя довольно печальный еще одна секция я вам так скажу потому что она бронирована ты нашла пульт управления иду туда это пипец просто ребят не офигеть короче сначала мы узнаем что или сабара сначала узнаем что холл элой родилась пробирки теперь узнаем что оказывается элизабет элизабет субок давно нет живых как и роста офигеть я я по-новому взглянул на проект на самом деле все просто чисто логично тиран прибавление через вычитание нас будет лучше лис один расчерк и все это исчезнет мне не нравится к чему все это идет продолжай мне тоже не нравится потому что я занимаюсь какой-то ерундой я лажу непонятно где непонятно как непонятно почему и зачем все в любом происходит пипец ладно окей хорошо давай пойдем я закрыта а нет ни хрена ковачу вот она они все здешние скелеты и среди них есть элизабет что или было что а что а типа ты не знала да ладно когда я открыла люк воздух потянуло внутрь и потому что в этой комнате не было воздуха но здесь же были альфы 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 омеги блин подожди с воздухом я здесь хочу посмотреть что здесь валяется интересного о а тут много чего интересного валяется я все взял хорош надо кстати сейчас немножко это смотри готовится мало ли вдруг что произойдет ну включи да блин ну включи блин элой не могу задействовать управление доступ альфа заблокирован что еще за доступ омега ой нет персонал альфа не хочу вас пугать но вы слушайте что я вам скажу это нелегко в общем я вас всех кинул и вы здесь начали все подыхать так не лезьте сейчас в систему ладно я хотел сказать вам я вас всех кинул я вас всех кинул это не дар это болезнь это не дар это не дар это не дар это болезнь они лекарства они лекарства мы хотим наслать на них наш недуг нет нельзя еще не поздно если мы готовы пойти на жертвы в этом нет необходимости все уже сделано три минуты три минуты назад я стер аполлон целиком полностью его нет жертвы это не жертвы это культурный киноцид чокнутый ты тысячелетия истории ваше тысячелетие истории ваше тысячелетие истории ваше тысячелетие истории кинул никуда защитить невинных невинные должны умереть аварийная ситуация выпуск атмосферы вот 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 пипец я херею слушать он да он их всех убил да теперь ясно почему значит вот кто вверг нас во мрак невежества ради невинного будущего безгрешные люди поглядел бы он на кольцо солнца все знания притечь все чего эти люди достигли уничтожено обратилась в пыль ушло в пустоту ушло как и сами альфы нет не в пустоту когда люк открылся и их прах разметало по ветру они стали частью этого мира мир в котором мы живем это памятник тому ради чего они отдали своей жизни да памятник забвению незабвению салинс надежде еще бы знать на что ох капец это просто полный блинцев мозга ёперный театр главный блокер я херю короче от всего этого маленький осталось убить с его помощью аида что собственно мы и сделаем в ближайшие несколько серий а именно двух то есть вот это он сейчас и видимо 49 серия будет финальной потому что я не хочу выполнять все задания этих как охотников не хочу они скучные они это они у них долго очень проходить поэтому нафиг и чё и как мне здесь спуститься а там вот есть какая-то вот это вот я могу сейчас по ней просто проскользить до самого низа морсистскую салинс это вот самое начало локаций давай так смотри не свались стараюсь локератор не блокирует силы притяжения бабл бы неплохо если бы он так работал в смысле я не туда вернулся а я наоборот а я понял я понял я понял я все понял подожди так ой мне кажется то ли не туда пошел то ли чё сейчас еще сейчас опять заблужусь в этой локации блин не пойму где чё как в предыдущей серии когда я тоже искал топливный элемент и в итоге в одной локации я просто заблудился тут тупо не понявши куда я вообще иду господи я лажу непонятно зачем непонятно для чего в смысле чего а как вы чё офлите да ладно блин опять не брел сейчас через этот блин лабораторию идти специально чтобы это да ё-моё вот ладно окей нашел а почему я здесь ты не могу зайти я ничего не понимаю а это чё такое а это грибы ну грибы это полезно ладно это 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 можно дождя а как блин я опять придется в мастерскую заходить специально блин все затем топливный элемент а там нет выхода полностью не ошибаюсь конечно здесь выхода нет значит придется мне выход здесь искать как-то самому то есть надо выше еще подниматься что ли да ладно пипец нормально локацию сделать блин не мог то быть синим они я охренею короче от разработчиков которые не могут нормально здесь сделать локацию вот нормально все отлично нашел в котором в котором реально можно просто взять и заблудиться легко легко ну чё идем идем обратно спокойно так же чтобы здесь не заблудился так ладно здесь довольно узкие помещение поэтому легко заблудиться все отлично я добрался ты ты здесь живем уже ухожу что здесь наши пути расходятся элой но сначала я расскажу тебе оставшуюся часть истории давай я уже как то раз упоминал что помогал затмению но не уточнил насколько все серьезно это правда в том что я был у истоков это я обнаружил аида на этой горе внутри разбитого титана и я служил ему что он обещал знания и дал их такие знания ты не представляешь раз наоборот создал затмение культ аида его личную армию во главе которой стоит вот зачем ты сейчас с маршинкой которой ты должна это знать чтобы справиться то есть короче говоря затмение это лишь и нашел аида моя чем он спросил был шпиль не меридиан шпиль почему так элой шпиль создала гея какая часть гей минерва это модуль взлома кодов гея построила шпиль для передачи кодов которые отключили машины фаро остановили процесс переработки биомассы аид хочет передать другой код пробудить машины чтобы они снова пожрали весь мир да исходя из всех данных я пришел к тому же выводу значит роботы которых они воскресили это просто инструменты армия для захвата шпиля да чтобы аид мог снова уничтожить все живое если ты не помешаешь рассказывай мне все про аида затмение про все это долгая история элой да пофигу мне уже к долгим историям не привыкать в древних рожать нас послушал историю много лет назад вот только мой был сильно поврежден можно сказать почти не работал я долго изучал его пытался чинить и наконец получилось мир предстал передо мной в таких деталях просто необычайных тогда тогда-то я и засек его слабый сигнал кто-то где-то вел поиски так же как и я два одиночества я нашел источник сигнала разбитый титан в самой гуще джунглей алмаза так ты думал это титан древняя машина я не знал что думать я уже видел похожие машины лади смерти например но это была другая она не была мертва она тогда не могла говорить я починил и вернул ей голос так начался обмен знаниями машина интересовалась всем в нашем мире племенами другими машинами но первое о чем она сразу спросила это шпиль что аид хотел знать о шпиле как к нему попасть что вокруг него на чьей он земле взамен он открыл мне новые знания о древних технологиях он велел мне починить другие визоры вскоре у меня их уже была пара десятков хватит на небольшое войско ну да на командиров мне было плевать я узнавал так много физику алгебру ты не представляешь а карха тьмы они тут каким боком раскол внутри племени был мне на руку такая возможность на руку вот так значит да половина племени оказалась в изгнании мечтая как вернуть себе меридиан они религиозная легкая мишень я просто представил им аида как погребенную тень из их мифов так что да это было мне на руку я устроил встречу аида с верховным жрецом бахавасом гелис тоже там был так родилось затмение что угодно ради святого меридиана аиду наплевать на меридиану и тебе тоже мы живем в мире мертвых городов и погибших племен ну одним больше я был занят аид поручил мне соединить все визоры затмения в единую сеть интереснейшая задача особенно с учета модификации которые я внес самостоятельно ну да чтоб за ними следить да у меня хватило глупости помогать аиду но я не был так глуп чтобы доверять им я встроил в сеть то что звалось бы к дорому предтечь тайный доступ благодаря которому я мог просматривать все каналы связи что же заставило тебя уйти уж явно не муки совести я забеспокоился когда увидел что они воскрешают древние боевые машины используя мой метод спросил аида зачем ему это и было поздно увы я уже был отработанный материал после того как я завершил работу над сетью визоров он призвал меня к себе и немедленно отдал по сети приказ меня убить вот с тех пор я в бегах а со мной как началось наш общий путь когда тебя нашел олен обнаружена угроза системе такое не пропустишь приказ убить дикарку из племени нора не мелковата ли цель а потом я увидел на этой дикарке визор и что она поразительно похожа на великого ученого древности гелес не медлил я решил ты погибла и вдруг сигнал твоего визора изнутри горы нора чем больше я наблюдал за тобой тем больше росла уверенность в твоей необычности и полезности ты могла помочь мне наконец раскрыть тайны мира я решил сделать все чтобы помочь тебе достигнуть цели прочее как говорили в древности это история сколько же ты натворил в погоне за знаниями как же это глупо элой мне в общем то нет дела до твоего мнения с ума сойти тебе ни до кого нет мнения знаешь ли ну а дальше задача уже твоя возьми мое копье прикрепи к нему блокиратор это будет устройство ввода и останется только воткнуть это копье а иду в башку именно а хорошо как будто бы это легко куда ты пойдешь туда где не бывал в квантом брейк потому что там есть точно такой же персонаж как сайленс это все а это я оставляю тебе как оказалось все это твое имею ввиду что его игра тот же актер что и сайленс сюда и не звали ну короче говоря сайленс это паршиво абсолютно персонаж вот хоть убей он самодовольный он не прислушивается никакому мнению считает что он блин здесь самый главный всякое такое он мне бесит короче задача выполнена да сеть визеров работает все параметры соблюдены можешь сам убедиться а я подожду но смею напомнить мне причитается награда квантовая обработка данные скомпинированы объем слишком велик для пересылки без коконари как не кстати для меня явись передо мной и получишь свою награду хорошо гелис обнаружена угроза в затмении назови имя потерь и отступник умрет имя этой угрозы сайленс сайленс да истина нашептанная ночью хорошо видна днем он всегда был чужаком будет исполнено они идут приготовления завершены о светлый бахавас узри как и было обещано что это за гигантская машина я никогда подобного не видел это вот я только угодно говорю повстречу Арина не приближайся ты карха в тени не верно склонитесь перед погребенной тенью погребенная тень я не понимаю понимал я Роман Кошу на что уселся на вершине пламени Прометей это же из писания Прометей Кошу убителю вам туда где был построен священный мирян и ты тоже последуешь за тенью я праведный человек избранник солнца но в час нужды силы тьмы могут воплотить в жизнь то что солнцу не под силу итак вернешь ли ты нам то что наше о тени с пророчества требуется армия подчинитесь имя Диан ваш в нашем послушании не сомневайся это пипец просто блин особенно его голос я проделал долгий путь я услышал твое послание это ведь был ты сущность неизвестна мое имя Сайланс а твое я думаю ты не стал бы звать если бы не хотел что-то получить ты позвал я откликнулся скажешь мне свое имя Аид тебя создали предтечи ты боевая машина вопрос временной бьет время аааа сейчас правит тринадцатый король дома солнца Карха вопрос Карха давай лучше по порядку тебя создали предтечи интересно сколько ты пролежал здесь пока я тебя не нашел и как долго тебе придется ждать кого-то другого очевидно что ты очень могуч но без меня ты отсюда не сдвинешься Титан просто оболочка для интеллекта вопрос Карха другой разговор ой ой капец вот хорошо что сначала прослушал все эти сообщения а то бы мог блин это самое думал что во время сообщения можно попасть в катсцену ни хрена но это имеется ввиду что типа она просто его создаст и все типа ну мы поняли короче что типа нельзя вот так вот взять и использовать я имею еще раз я имею ввиду что типа нельзя использовать это ну вот прослушиваешь сообщение и нельзя вот так вот вместе с сообщением войти в катсцену вот и все так значит а зачем я присел собственно зачем это сделать так ладно значит поехали так это долго выполнять оружие охотников это долго это тоже долго поэтому не надо все идем значит так значит так дом солнце это значит мне надо было обратно в меридиан поехали сейчас вот он дом солнца вот костерок пошли пошли предупредимых и скорее всего в этот момент внезапно возьмут так и короче говоря атакуют я более чем в этом уверен что сейчас вот мы прибежим и тут же начнется эта самая атака я имею ввиду затмение на меридиан хотя почему они раньше этого не сделали совершенно непонятно кстати говоря серьезно затмение могло это сделать и гораздо гораздо раньше но вы видите все сами не получается раньше не получается ну да интересно кстати а существует ли покорайзона zero town speedrun типа эту игру можно было бы пройти за 15 минут после того как соответственно лось станет взрослый я посмотрел даже вот пока я загрузка идет посмотрю может быть так и есть может быть действительно существует спидран по харайзону то было бы неплохо ну-ка посмотрим но существует но этот спидрамболь довольно долгий типа и пройти игру за два часа ну не особо конечно не особо ну да ладно дневник собак окей хорошо все пошли спокойно игра не подлагивай в меридиане я тебе запрещаю что прямо ночью обратите внимание все это дело делается прямо ночью сейчас доберемся спокойно пропустите пропустите блин встал блин посреди дороги мне нужно его предупредить срочно мы в срочном порядке надо его предупредить что затмение совсем скоро здесь будет наступать возможно поздно ночью возможно нет не знаю все сейчас поговорим сейчас поговорим вон он на санцарском троне сидит давай что привело тебя в меридиане опять под загрузка странная гелис командует затмением легионом фанатиков они скоро нападут на вас с запада у них есть армия древних боевых машин но это не самое страшное они приведут с собой существо бог, бес, машина как угодно его имя Аид и ему не нужен меридиан ему нужен шпиль и если он доберется он пошлет клич и пробудет другие машины столько, сколько нам не победить это конец всему этого нельзя допустить я пытаюсь понять но мой долг оберегать жителей меридиана цель не меридиан, а в ад вы должны защитить шпиль пошлем авангард вашей лучезарности да отправьте их туда Эрен знает Элой, он согласится и прикажите стражу укрепить западный кряж оттуда они смогут оборонять меридиан и пламя, где восседает шпиль Элой позволь мне позволь извиниться за мое поведение после того, что случилось с Эрзой я был сам не свой если если нам суждено сражаться бок о бок я был бы рад знать, что ты не держишь на меня зла не держу только больше не путайте меня с ней даже короли могут ошибаться что ж, хорошо я рад, что все в прошлом что ж нам понадобится время на подготовку итак, что ты знаешь о наших врагах рассказывай все давай не знаю насчет всего но что смогу расскажу давай ну ладно это типа она так рассказала ну ладно, хорошо так, теперь давайте с советником побазарим или это Емада или в этом ему надо говорить только тихо не хватало нам еще паники в городе и еще обо всем сразу сообщайте мне а вот это вот меня немножко вводит в подозрение ну и укрепляем оборону на западном кряжа и возле шпиля послали весть во все уголки дома солнца союзники предложили помощь одни хотят помочь другие нажиться но кто-то придет ради тебя меня ну не скромничай кряж будет передовой городская стража там да к ним примкнут те ополченцы о которых я говорил орудия озерам совсем недавно громившие стены меридиана теперь защитят нас можешь осмотреть позицию а шпиль эрэнт авангард уже там да полагаю уже вовсю бьет себя на груднике и репетирует боевые величины буквой д так же к шпилю прибыли несколько воинов нора от аудиенции с королем наотрез отказались может поговоришь с ними ладно ну что ж остается только ждать атаки именно это чувство не назвать приятным но разведчики в знаке вечера сообщают что на западе тихо так что если у тебя остались дела не теряй времени зря не остались я не хочу если же нет я распорядился подготовить для тебя дом где жила можешь поспать там если уснешь я не хочу сейчас выполнять вот эти вот всякие шняги по поводу вот этих вот всяких как их зовут ну как они называются блин а хоть ничего годи я не хочу их выполнять их очень долго выполнять их пол серии выполнять сейчас пол серии выполнять следующем не хочу просто не хочу не желаю у меня желание подобного нету ни хрена я хотел чтобы жизнь была красочей иди давай поговорим нет куди все уже ты уже опоздал так это чё меня куда ведут меня в дом ведут в этот самый да что ли что это вот за один один это я так понимаю меня в дом ведут да в тот самый и говорят о том что все хорошо да нет не сюда а куда да в его дом окей нет тогда не в дом сейчас мне нужно мне сначала нужно вот осмотрите приготовление на гряде и осмотрите приготовление у шпиля так это долго идти ну обе точки они находятся не очень далеко поэтому давайте ладно пойдем так пешком ничего страшного если мы так дойдем укрытие посетите оба оборонительных лубежа ну вот я то и пойду посмотреть не помешает все давайте ну блин еще лифт вызывать или он сам подъедет не конечно он не сам подъедет то есть она мне придется его вызывать и ждать когда он поднимется конечно давайте давайте подождем а чё нет а чё бы нет я более чем уверен что элой сейчас вот после того как она уснет она проснется именно в тот момент когда начнется атака прямо утром то есть она уснет и бабах и она проснется от неожиданного взрыва звезды легче было наверно просто спуститься но были чем ждать тут лифт ну да ладно уж сейчас хоть спустимся и все нормально легче было просто спуститься и не ждать загрузки спускаться сами видите очень долго и то и самое интересное что мы точно так же поднимемся обратно блин к этому к нашей к нашей спас банки к нашей спанке можно конечно воспользоваться быстрым перемещением чтобы не пользоваться лифтом и просто перейти но блин у меня и так там ничего не осталось для быстрого перемещения поэтому ну нафиг зачем мне это нет ни к чему ладно идем дальше сейчас осмотримся как все как все там все ли там хорошо все ли окей или там полный звездец ну а чё бы нет а не слишком ли это что ничего да говори уже не бери в голову выглядишь очень достойно спасибо и и и так я а я этого знаю охотница оба нашу знаю вот с ней я это и эвакуировал ребенка то а я думала ты на чье приглашаешь не знаю что бы нет предупреждать надо и они все вместе пили чай ты всегда все знаешь да это верно ванаш это та которого с которым мы эвакуировали то этого ребенка в одной серии с западной крепости наверное ты имела в виду не то что я подумала секрет хочешь давай я ждала этой битвы всю свою жизнь круто это тот это знать это мне очень напоминает подготовка к финальной битве из масс-эффект 3 где там тоже нужно было попавчаться со всеми персонажем переписающей финальной битвой сожнецами в третьей части отцов родных детей и говорят что на то воля солнца я ненавижу их моя спина вся сполосована шрамами от их кнутов и сегодня мы покончим с ними раз и навсегда я пришла на твой зов но не только я пришла за ними на сей раз им от меня не уйти и я помогу тебе сразимся вместе спасибо юная охотница пусть солнце высияет над новым миром окей так а это короче этот типа бывший карха элой вольно повезло меридиана что ты с ними и я рада это честь для меня если бежать на муниции было бы хороший воин но глупый человек я все-таки надеюсь до эпитафии дело не дойдет на все воля солнца прежде я надеялся лишь на достойную смерть теперь меня больше прельщает достойная жизнь и там он снова может играть в нижних садах правда в окружении десятка стражей но то что ты сделал вот это и там этот сам ребенок это хорошо вот только докучает эта девка ванаша ей нравится меня дразнить как будто машет тряпкой перед бегемотом попросить ее чтобы отстала не надо есть ты не стерпишь тебе нравится тебе нравится я же вижу я обещаю ну-ну-ну будем надеяться будем надеяться пресептовать блин капец ты так сейчас подожди кто еще здесь есть так на кое не помню кто это Янева это фимбой это фимбой солнечной крепости Янева ты снова на службе? так это из-за тебя тут такой шум вот кто заставил великого короля солнца наконец взять в руки меч король может быть силен и справедлив таков ават и умен к тому же предложил помиловать всех моих пленников если они сразятся за меридиан и вся эта шайка согласилась уговорить не пришлось с твоими методами это понятно нет эти легко отделались а вот с тем кто посмеет напасть на меридиан я уж точно церемониться не стану ну по тебе видно пусть светит солнце тебе в спину тебе тоже так а Янева это кто? ну ка а на кое ну ка это кто? как не прийти в пору красных набегов был лишь один мясник Карха которого ну а ты вообще кто? честно узнаете что-то тебя забыл на кое на кое что-то я такой не помню за всех кого он истязал за себя за моего отца даю слово мы его остановим я верю тебе особенно теперь это не та у которого короче это то типа она там в доме застряла да и че там нужно было еще в сарай то и бегать прыгать снова увижу Джана Джан до самого конца я тебя вообще не помню пипец как думаешь сколько человек ты убьешь в бою? так кого еще с кем еще бы поговорить? это кто? Нил Нил это короче этот мы с ним парочку этих как его лагерь разбойников штумовали я его я его специально не стал убивать потому что мне жалко его убивать это не тот человек которого бы которого бы я взял и убил это не он но че ты возьми он здесь Нил? но мы с ним штумовали крепости лагеря разбойников мне сказали твое имя что это кровь и хватка как у падальщика я думал о твоих словах тараном что ты мне оставила ныло без конца но я тебя не ранила я тебя даже и убивать не стал потому что ты не тот человек кто надо убивать но я прощаю дуэль мимолетная утеха никакая не дуэль если один из нас убил другого то все пропустили не берет в голову ничего не придумал словно скрежет лезвие о зубы не я уже не так рада тебя видеть но ты нужен бой будет тяжелым тяжелым меня уверяли что шансов почти нет я не думал что в игре выполнение дополнительных заданий придет к тому что я могу увидеть вот подобных персонажей офигеть в последнем бою что оказывается если я выполнил дополнительные задания какие то то я смогу увидеть вот этих вот дополнительных персонажей это круто кто еще здесь есть мишей нахрена там вон костер есть и вон мишень ладно пошли посмотрим кто еще здесь у нас есть о петра это та которая я ее встретил короче в этом в пустыне у нее суперская пушка петра вот и она почетная гостья я знала ты особо не простая из той стали из какой куют вождей я помню ту суперскую пушку из которой я бомбил покаха и часто заносит отбоя нет стену построили хорошо что я настойчивая приятно с тобой поболтать чертовски марат попросил меня осмотреть арсенал орудия в порядке хозерам свое дело знают я понял эти орудия были гордостью источника я горда тем что сделала их еще лучше чё пострелять могу испытать ну да это все хотят давай что ли давай с мишенями то справиться будет полегче чем с теми разбойниками я б так не сказал у меня уровень такой что они усутся при виде меня чтобы на борьбе попасть из ближайшей кучки да какая знаю я бы сейчас выстрелить бы это тебе не лук тут и целиться не надо с собой лупит далеко ну давай я уже вижу они уже убегают ну все спасибо было круто так с кем еще побазарить какое красивое копье ути спасибо копье красивое и как ты его держишь я не спорю и так это этот швейсик ну разве твои раны уже успели зажить если придется драться я разойдусь по шоам но не волнуйся драться будут другие наши возле шпиля а я только принес припасы эти карха назначили меня почетным интендантом или это не ты это ты внушительно мне тоже нравится вещи которого мы разложим под такими знаменами оружие и лекарства это все пригодится тебе в бою само собой элой когда ты вошла в гору у богини не сказала у нас есть шанс не сказала я знаю нам это по силам может и так я уверен я не просто знаю я уверен ну по крайней мере ну по крайней мере блин а как это посадило давай давай так все теперь идем на шпиль посмотрим там там каких персонажей присобачило в итоге блин я я реально вообще не знал что оказывается если выполнять в игре вот эти дополнительные сайт квесты то можно увидеть персонажей из этих самых сайт квестов в финальном бою это это вот прямо знаете супер неожиданно и это очень круто прям вот знаешь так вот приятно что тебе за эти самые выполненные дополнительные задания дают вот такую награду в виде того что появляются подобные персонажи причем выполняешь их до самого до конца скорее всего там должен был наверное быть еще персонаж из циклов охотник охотничьих угодий но нет нет я не хочу такие задания выполнять особенно перед финальным боем о а вы тут какими судьбами аратак аратак вот уж кого я не ожидала тут встретить нифига да я чужак на этой зеленой бесснежной земле офигеть аурея простила карха DLC фрозенвайлс действует смотри-ка чё и все же я не мог не прийти на помощь офигеть твоя электропушка сработает прям на ура эти соседок охотница тоже стремится проявить себя ее искра напоминает мне аурею в юности офигеть я же рад идти с тобой бок о бок на эту охоту она будет славной я более чем уверен чувак иного не дано потому что ваше DLC оно охренительно я тебе серьезно говорю вот серьезно с вами приятно работать блин во фрозенвайлс с банук мы с тобой виделись в роще банук я тоже тебя помню нора после твоего появления машины пробудились в такой ярости но я и всех убил логник луков я не виновата нет я благодарна блин прикольно у него кстати член то в виде волка в виде головы волка голова блин мне нравится ее оказывают везде шастают ни в одном лице круто мертвые которых нужно убить как будто она фанат какой-то команды наши враги таких много накопали армию ну да не надо так улыбаться ладно подожду а лук это случаем не та которая красила типа должна была покрасить мне эту стену там мой фейс должен был быть нет вот не она так кабан ну ладно окей все пошли дальше посмотрим каких еще персонажей здесь занесло я вообще я вообще вот этого я вообще конкретно не ожидал что здесь будут персонажи еще из dlc из frozen wilds да ладно офигеть у меня вот я реально я реально счастлив это это так неожиданно но это пипец круто так это кто талан 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 это та которую мы охотились на громозева на углебрюха талана зачем ты здесь на самого главного на громозева мы охотились где еще мне быть защищать меридиан савадом этим пусть занимаются другие я не буду смотреть как ты бьешься в одиночку а долгая битва была нет уж ты уверена что ты рискуешь собой ради нас так что не проси меня не вмешиваться я могу помочь тебе победить хорошо не стану решено будем драться вместе только просьба говори это офигенно ну не знаю не знаю посмотрим это офигенно блин здесь есть персонажи дополнительных квестов чё я счастлив я просто счастлив я не могу это поверить а здесь кто ну-ка варл сона это эти но это мы виделись в одной в позапрошлой серии мы их мы виделись кто еще все что ли двое да ладно а чё так мало о летает вон стык кто а ну-ка идем дальше офигеть ааааа это у нас офигенно так а чё здесь больше никого нет? серьёзно? да ладно никого? а это кто? маман забыл уже кто такой маман маман а это кто? эрент а ну эрент то понятно эрент понятно так сона да? высокий выше деревьев вождь сона вождь вы что-то не так? нам нора здесь не место напомню что мы с ней атаковывали стадион я сражусь с бесом что угрожает нам всем но моё место на священной земле а здесь я словно хожу по наконечникам стрел простите что так получилось не извиняйся это всё кончится моё копьё моё слово моя игра хе-хе-хе ладно окей не к месту было ну ладно тем не менее так так а вот это кто? ну-ка дай-ка вспомню сейчас аааа вспомнил у него необычный костюм я знала если и придёт жрец солнце то это будешь ты а я тоже знал если вы необычный костюм у него за этим стоишь именно ты я ему тоже помогал жаль повод для встречи печален и чтоб псалмы солнца не облегчат твою душу ну и если позволишь зачитать одну проповедь давай читай у тебя сила и сострадание у врага отчаяние и злоба есть такое обе стороны уповают на солнце но солнце которому я молюсь явно благоволит тебе Эллои знаешь Наман ко мне и так уже приковано внимание высших сил но постараюсь не оступиться племена объединились против тени что это может быть как неволя солнца чёрт возьми вот серьёзно я себя чувствую реально как в масс эффекте хоть убей я вижу старых знакомых персонажей и в финальной битве да ладно здравствуй Эллои не кланяйтесь избранной не нравится и ещё не нравится когда её называют избранной я очень рада тебя видеть Варл я так слышу ну что скажешь про меридиан я увидел много нового с тех пор как тебя встретил спасибо тебе Варл что не так правда хочешь знать ладно я на чужой земле на грязной земле защищаю город безбожников ни на что не похожий от чего-то от чего не могу представить ой да ладно побудешь здесь одну финальную биту и вернёшься обратно чё ты начинаешь вроде бы надо просто перед тобой на колени но я знаю ты разозлишься да ничего не разозлишься да слушай тяжело тебе спасибо что велела мне кланяться только этого мне не хватало не сердись пытаемся избавляться от клише они здесь лишь потому что избранная велела и ты поэтому нет я пришёл тебя увидеть Элой ой ну спасибо и мы должны победить беса потому что богиня сказала не совсем богиня не менее да чё а я то сразу обе рады что ты здесь я тоже да хорошо блин ну здесь но здесь гораздо меньше знакомых персонажей здесь их очень мало здесь их всего 4 штуки здесь всего этих персонажей знакомых 4 штуки блин ну не считая если аратаку но аратаку он не здесь находится он находится вообще чуть ли не у подножия ну и эрерт остался называют себя затмением в доспехах главное как я это когда луна заслоняет солнце болван они думают это грозно звучит а чё нет а карха всё время лопутит что-то про солнце и тень а ну если они карха что они нам сделают их воины наряжаются как птицы мы империя повыдёргиваем вы уж не зазнавайтесь парни Элой всё повторяется вот впереди битва только на этот раз враг вооружён куда лучше это точно что у них там за армия многотысячная плюс аид и возможно будут машины заражённые если они прорвутся и говорят ещё будет заражённый буревестник вот если будет заражён буревестник это всё это пипец просто полный так его завалить очень тяжело буревестника это по нашей части а парни где всегда авангард на передовой а почему сталь прощи железо что будем делать будем пить и холода пока не вернут молодцы а шерха слышно слышал внимание авангард никого не пропустит сразимся за город л.е. чувак из-за тебя за всех нас спасибо эрза бы гордилась эрза ты его сестра если чё ее убили этим прослушивающим устройством или не прослушивающим а ну мы поняли о каком устройстве идёт речь так вот сейчас довольно идти далеко поэтому можно в принципе сейчас это переместиться с помощью перемещения ой ой переместиться с помощью перемещения господи что я такое-то придумал давай изготовим у нас благо есть мясо у нас нет мяса зашибись отлично у нас нет мяса и чё сейчас придется опять пешком идти да ё-моё да вы чё издеваетесь опять пешком идти ну пипец ой ну начинается опять звонки и прочие другие радости жизни и так я взял мы уже практически добрались до нашей куечки естественно не без помощи монтажа но тем не менее раз еще немножко километров пробежимся распимся и в следующей серии начнем финальную битву потому что я более чем уверен что здесь а в принципе можно так то если чего это смотри как сделать можно в принципе смотрите все быстро сохранится и все поглядеть на вот этот вот шпиль если не ошибаюсь это вот она и есть а может быть и нет и пока на этом сегодня закончим и следующей серии нас ждет возможно большой возможно нет финал поэтому все вы 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 Продолжение следует...